Первый раз я ее увидел, наверное, на море. Понравилась девушка, но я как-то так, наверное, постеснялся с ней познакомиться. Потом как-то я опять ее увидел. Вот и пригласил ее в гости. Славик меня привлек тем, что с каждым днем он раскрывался все по-другому. Он очень меня привлек своей хозяйственностью. Для мужчины это совершенно редкость, большая редкость. Это было очень важно для меня. Очень заботливый, это немаловажно. Во всем он щепетильный такой. По отношению ко мне, например, по отношению к окружающим, к разным сферам жизни. Он очень добрый человек такой, одновичный, мякостердечный. Это на каком-то таком осознательном внутри человека, что ты как-то чувствуешь этого человека. Сразу почувствовал, что это очень хороший человек. Я чувствую с ним себя прежде всего женщиной. Даже так тяжело выразить слова, как это происходит на каком-то таком уровне. Он из тех людей, которые говорят и делают. А он может даже в принципе не говорить, а сразу делать. Чувствовать, что без этого человека не можешь. Я тяню к этому человеку. Состоянно хочется видеть. Состоянно хочется общаться. У нас отношения развивались очень быстро. Я очень хотела, чтобы если появится тот человек, который мне нужен, то чтобы он себя сразу же проявил. Чтобы я это видела и чувствовала сразу. Но Славик оказался именно тем. Славик пригласил меня на море. Но не только меня, а еще одну молодую пару семейную. Мы купили много шаров таких, павильонных. То есть и хотели сделать на улице. Ни о чем я совершенно не подозревала. Никто мне никак не намекнул. Уже под вечер начало немножечко садиться в солнышко. Мы с сестрой моей пока отошли. На некоторое время они так устроились с сестрой, что она меня отходит. Тут поднялся сильный-сильный ветер. Такой сильный ветер, что я даже не могла сжечь эти свечки. Потому что выкопали сердце такое. И в этих сердцах сложил свечки. И не могли сжечь эти свечки. Сарики не могли, потому что в шарике развивалось сильный ветер. И мы не знали, что делать. И еще везет этот, как бы, свечки с этой палаткой. То есть на палатку постелили, сделали большое сердце. Сыпали палатку лепестками роз. Шапанское. В палатке было очень жарко от свечей. И он так говорит, что здесь так жарко. Это в мое сердце бывает от любви к тебе. Это было очень красиво. И, конечно же, предложил мне, чтобы я вышла за него замуж. Так как я уже была готова и морально, и эмоционально. Я уже себя много раз спрашивала за это время, что мы знакомы. Хотела бы я, чтобы он был моим мужем. Я себе говорила да. И, естественно, я не стала медлить. Конечно, я говорю да. Субтитры сделал DimaTorzok